И дольше века длится день. Юбиляра со столетиям поздравили власти Казбикбийского района. Аксакал самостоятельно встречает гостей и рад каждому, кто приходит к нему в дом. Аймтор Абдина подробнее. С наурызом вас! И с днём рождения! Спасибо! Вот здесь вот вам адрес приветственный. Первое рабочее утро Тюркского Нового года глава Казбикбийского района начал с поздравления юбиляра. Ровно сто лет тому назад в семье Ковешниковых родился малыш, названный Иваном в честь дедушки-купца. С тех пор утекло немало воды. Иван Матвеевич прошёл по дорогам войны. Послевоенное время строил Караганду. Несмотря на свой почтенный возраст, дедушка хорошо помнит все знаменательные события и своей нелёгкой, но интересной жизни. До сих пор самостоятельно встречает гостей и даже поднимает чарку за здравие всех, кого собирает за своим Дастарханом. Где вы родились? Оренбургская область. Всё рядом. Всё рядом. Целина. Да. Целина. Везде целина будет. А где воевали, деда? А? Где воевали? Где воевали? Вот прошли мы весь все города и сёла. Самое главное богатство дедушки – его дети. Двоих уже нет в живых. Живёт с семьёй дочери. Радуют старика внуки и правнуки. Потомки не только гордятся столетним дедушкой. Иван Матвеевич является для них другом и наставником. Внучка, выросшая у бабушки и дедушки, до сих пор бегает в родительский дом на выходные, чтобы снова побыть с прародителем, рядом с дедом. Мы с таким нетерпением ждали вообще приближения этого юбилея. Потому что, сами знаете, что такое сто лет, это может подвести и здоровье, и возраст. Поэтому мы всё-таки дедушку нашего оберегали, старались, чтобы он дожил до этого юбилея. Но дай бог, что всё случилось как есть. Старожилов в Карагандине так много. И все они под вниманием государства, говорит Рустем Кабжанов, Аким Казбекбийского района. Ветеранов у нас с каждым годом всё меньше и меньше. Поэтому мы должны каждому своё внимание оказывать. И вот хорошо, когда рядом находятся дети, внуки. И хорошо, когда ветераны со всем вниманием могут жить. И вся жизнь у них протекает в семье. Вечером на именины деда соберутся все родственники. И, как всегда, пожелания долгих лет жизни будут звучать от чистого сердца. Ведь не всем Всевышний дарует столько лет жизни, сохраняя память и крепкое здоровье.